И разумеется, мы сейчас поговорим, конечно, про Казань, потому что я был первым, Оля, подтверди, первым и единственным, кто определил диагноз этого парня, кто определил его состояние и определил, что да, действительно, это так называемая религиозная травма. И к этому пора было бы уже привыкнуть, не делать большие глаза. Вообще религиозный бизнес, он очень эффективен, но вот эти цветочки веры надо периодически поливать кровью. И феноменально трусость психиатров, социологов, следователей, никто так и не решился больше правильный диагноз поставить. Мы помним, видели все, что мальчик вообразил себя Богом, что он многократно и настойчиво подтверждает, убежденный, что да, он явился в этот мир в облике человека. И поставить ему верный диагноз – это задачка для третьекурсника. Я вот тут специально даже для вас взял чудесную книжку под названием «Психические расстройства с религиозно-мистическими переживаниями». И здесь идут все ссылки как раз на психиатрию, которая позволяет такому состоянию зародиться и энцефалопатия этого мальчика. Но вообще энцефалопатия – это очень широкое понятие. Их 10 или 11 различных. Я просто где-то прочла, прошу прощения, что якобы какое-то новообразование в мозге. Нет, нет, нет. Обычно энцефалопатия к этому не приводит. Либо приводит глициновое, но там настолько жуткие симптомы. Нет, нет, нет. У него, я подозреваю, так называемая, есть энцефалопатия боксеров. Это официальное медицинское название, когда энцефалопатия возникает в результате травм и частых ударов по голове. То есть, вот чтобы ты понимала, откуда берется этот, скажем так, комплекс болезненный. Вот есть абсолютно аморфная масса внутри человека, масса патологическая. Но она дремлет, она никак себя не проявляет, потому что воздействует целый набор условных рефлексов. Если человек там думает, кого убить, не убить, он не убивает, не идет на преступление, потому что он знает, что это осуждаемо социумом. Он подозревает себя в болезненности. Но в какой-то момент он выясняет, что это не он болезненный, что есть просто такая функция исполнения либо воли Бога, либо так называемое прямое мессианство. То, что мы видим у этого мальчика из Казани. Простите, а вы всерьез воспринимаете вот это как бы интервью, которое мы увидели, что это действительно не только что в голову пришло вот такие слова бросать, а что это его естественное состояние? Очень характерные поступки и очень характерная кровожадность. Вот просто надо понимать, что есть такая штука под названием алюмгидритлития. Это вообще деликатнейший, спокойнейший реактив, который может в банке серого цвета, беловатый, серовато-беловатый с алюминиевым отливом кристальчики, он может находиться вечно, никого не беспокоя. Но если вы, не буду говорить конкретно что, чтобы никого не научить, потому что опасно, но если вы добавляете несколько капель определенной жидкости, вы получаете сумасшедший взрыв, сумасшедший факел. Вот эта вот патология в сочетании с религиозным фактором дает именно такой эффект, что описано абсолютно везде, начиная с Корсакова, начиная с Крепелина, у Алоизии Альцгеймера. Он очень любил препарировать эти патологии, как раз доказывал, что патологическое состояние уходит, когда убирают из поля зрения пациента всю эту религиозную тематику. И вот больной, который... Как раз вот про религиозность вспоминали, тем более, что речь идет о Татарстане, где религиозность может быть любой конфессией. А это неважно в данном случае. Ну, вроде бы говорили, что это как раз не тот случай, вот про религиозность ничего не слышали. Вы имеете в виду, что это религиозность, которая... Это религиозность общая, это неконфессиональная некая религиозность, ведь на самом деле все религии сделаны примерно из одного материала. И просто эти запчасти собраны по-разному, да и ладно. В этот момент происходит похищение пальто, оно не упало, уважаемые зрители Ютуба. Да, продолжаем. Мы помним, да, этого мальчика Акбарджона в петербургском метро, который тоже взял на себя мессианскую функцию и который тоже убил очень много народу. Я думаю, что тем девчонкам, которых разрывало пополам, было совершенно безразлично, делает ли это он по велению веры или по каким-то другим причинам. Потом мы видим, что не только он сам себе ставит диагноз, мы понимаем, что этих случаев очень много. Вот даже за последние два или три года у меня только в архивах скопилось, наверное, 8 или 9 ярких примеров, как убивают людей, убивают детей. И это в чистом виде религиозные преступления. Вот с этим бороться невозможно. Тем более в школах. Единственный способ это переводить ребенка на домашнее обучение. Да, потому что... Ну, всех как раз переводили все это время. Никаких других гарантий, что вы не получите в конце учебного дня завернутое в кровавый мешок тела вместо собственного ребенка, никаких других гарантий нет. Это потому что лечат неверно, боятся поставить диагноз. Да никто не лечит. Александр Глебович, вы думаете, что школьный психолог обратит внимание на вот эти вот завиральные идеи? Что обратит внимание психиатр, который или там кто-то еще, кто выдает справку наружу? Я говорю про то, что если бы эту патологию лечили бы правильно, то этих ситуаций бы не было. Потому что мы видим, какое количество детей и людей угроблено этим религиозным фактором. Если бы не было религиозного фактора, эта патология бы вообще не сработала? Мы неприятно сократили риск подобных ситуаций примерно на треть. А, но все-таки не абсолютно. Нет, нет, конечно, не абсолютно, потому что есть масса других. Но в России в последнее время все преступления такого рода совершаются под воздействием религии. Ведь смотри, сидит какая-то тетка, бизнес-леди московская, слушает усатого зануду, который обставился отключенными кремлевскими телефонами, слушает что-то про бесогонство, начинает верить, что да, бесы реальные, есть бесы, их надо изгонять, и после этого обваривает своего ребенка кипятком и голым выносит на мороз на балкон, пока он не умирает. Ты помнишь тот случай в Лосином острове, где трех детей во имя изгнания бесов привязали к деревьям на морозе минус 30? Мать привязала. Ты помнишь тот случай, когда дедушка с бабушкой загрузили трехлетнего ребенка в печь для того, чтобы выжечь, выпарить из него демона? И это все культивирует государство, ведь это они принимают законы, которые специально охраняют чувства тех людей, которые убеждены, что по ночам в офисах совокупляются стулья и размножаются только таким образом. У них примерно такие представления реальности. О том, что надо есть мясо Бога, о том, что через поцелуи сушеного трупа можно забеременеть женщине, имеющей проблемы. То есть вот этот режим, который развязал руки всему тупому, всему мракобесному и всему опасному, конечно, является первым ответчиком за все это. И вот это количество религиозных преступлений, оно является существенным фактором, поэтому привыкайте к тому, что это будет. Ведь, как бы, понимаешь, когда у пациента рак, а его лечат от радикулита, вылечить невозможно. Они ведь нашли виноватые ружье, компьютерные игры, они нашли еще что-то виноватые. Анонимность в интернете. Анонимность в интернете. Но они боятся поставить диагноз того, что это именно религиозные преступления. Что, в общем-то, очень легко сделать. При том, что вот они находят даже причины в отсутствии идеологии. Некая дама. Да, между прочим. Чиновная дама Волынец. Волынец. Как я понимаю. Это, насколько я понимаю, полномочные по правам детей Татарстана, да? Да. Чиновная дама, она вот утверждает, что вот при госидеологии таких преступлений... Такого не было. ...бы не было, да. Ну, тогда по 10 тысяч трупов сразу укладывали. Конечно, не было самостийных и стихийных убийств. Все было несколько иначе. Тогда все было очень структурировано. Я думаю, что при существовании идеологии, вот той самой, которой вожделеют многие, было много чего интересного. Просто эта идеология предписывала об этом не сообщать. Да?